Сказка для слабоумных. Ну и тупая же ты, девочка Грета. Шведочка Грета взвездит неумело. Девочке нету. До климата дело. Трамп, охеревший с визита ее, сразу догнал, что она не в своем. Дальше тупит она по планете. Этой болезни подвергнуты дети. Чтение для них бесполезнейший труд. Рады они, когда им нагло врут. Много вы, детки, с конфеток пердите. Девочку Грету по нету глядите. Правда не знает она, как и вы, что дни СО2 уже сочтены. И лишь 4% всего сможете вы набздить ни с чего. А весь остальной СО2, оборот, запустит природа в круговорот. А всем, кто решил в FFF поиграть, занятия в школе, пойти прогулять, рекомендую взять в руки книгу. Да разглядеть там не только фигу. Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Как вы поняли, речь пойдет сегодня о климатических изменениях, которым подвергалась уже наша планета и неоднократно. В моих руках оказался дневник наблюдений одного из немецких соратников. Я затронул в своем рассказе сегодня начало 20 века. Метеорологическая хроника начала 20 века, 1900-1910 года. Представлю вашему вниманию хронику погодных явлений начала 20 века. Конечно же, этот список может быть неполным. Конечно же, некоторые вещи не включены в него. Некоторые вещи можно бы и дополнить. И тем не менее, я думаю, что это дает хороший обзор климатических изменений, случившихся на планете в 20 веке, если таковые были в действительности и не являются фейковыми фантазиями средств массовой информации и индустрии, сочинителей истории нашей цивилизации. Источниками моего обозрения природных катаклизмов, постигших нас в начале 20 века, являются периодические ежегодные хроники и статьи в мировой прессе. Итак, начнем. 1900 год. 8 января. Сильные снегопады на юге Германии. Баварский лес на 3 метра завален снегом. Март оказался холоднее, чем февраль. 30 марта. Сильные метели в Альпах. 13 мая. Извержение вулкана Визуи. 30 июня. Дожди и сильное наводнение в Испании. Нанесен серьезный ущерб. 6 сентября. Сильный ураган в Мексиканском заливе. Разрушение. Город Галвистон полностью разрушен штормом. 6 тысяч погибших. 9 ноября. Тайфун в Гонконге. Тысяча погибших. 4 декабря. Наводнение в Риме. Тибр вышел из берегов. Сильные разрушения. 1901 год. 23 января. Сильный шторм в Северной Европе. Наводнение в норвежских прибрежных городах. 28 января. Северная Германия. Внезапная оттепель. Наводнение и суровые погодные условия. Особенно пострадал город Лер. Осфрисланд. 22 июня. США. Вирджиния. Прорвало плотину. Сотни погибших. Июль. Беспрецедентная жара в США. Август. Средняя температура в Берлине 18,8 градусов. В Мюнхене 16,9 градусов. Сентябрь. Сильные наводнения в Китае. Венчжи. 10 миллионов остались без крова. 16 ноября. Постоянные сильные штормы на Британском побережье. 30 судов затонули. Декабрь. Волна холода прошла по США. На северо-западе страны до минус 40 мороза. 1902 год. Влажный и очень холодный год. 3 февраля. Сильные штормы в Ла-Манше. Судоходство по проливу невозможно. Каринтия. Лавина сносит деревню Блейберг. Много погибших. Голод в Индии после длительной засухи. Постоянные штормы в Атлантике препятствуют любому судоходству. Новая волна холода прокатилась над Северной Европой и севером США и Канады. Заморский до минус 30. Ниагарский водопад заледенел. Немецкие реки покрылись льдом. 1 марта. Сильные штормы. В США наводнение. Много погибших. 8 апреля. Мартиника. Извержение вулкана Эрупцион. 30 тысяч погибших. 14 апреля. Сильные штормы на севере Германии. Серьезный ущерб. В Берлине целые улицы затоплены. Вода подтопила метро города. 19 мая. Волна торнадо накрыла штат Техас. 90 погибших. 12 июня. Снегопады и минусовые температуры в Северной Италии. Нанесен значительный ущерб сельскому хозяйству. Август. Обилие экстремальных дождей по всей Центральной Европе. Низкие температуры. Снег выпал на больших высотах. 7 августа. Сильные штормы и арканы в Западной Германии. Пострадали Рейнские и Ваниландские районы. Грозы. 21 августа. Наводнение в Тироле. Оползни. Много погибших. С 4 по 10 сентября. Постоянные грозы на севере Испании. Наводнение. Много погибших. Суровые погодные условия в Англии. Северной Франции и Бельгии. 16 сентября. Сильные бури в Северном море. Кораблекрушение. 17 сентября. Обширные лесные пожары на северо-западе США. После продолжительной засухи. 25 сентября. Ураган над Сицилией. Сеет хаос. Поля затоплены. Дороги и железнодорожные плотины разрушены. 400 погибших. 2 октября. Сильные снегопады и ранние заморски устроили хаос в сельском хозяйстве Северной Германии. 20 ноября. Ранняя и суровая зима в Северной и Восточной Европе. После влажного и холодного лета голод в Швеции и Финляндии. 3 декабря. Сильные штормы над Северным морем. Нанесен серьезный ущерб Фрисскому побережью. В это же время сильные холода на востоке Германии. В Восточной Пруссии до 20 градусов мороза. 25 декабря. Во время рождественских праздников сильные штормы накрыли Северное и Балтийское море. Серьезный ущерб. Дома разрушены. Крыши сорваны. Много погибших. Грозы на острове Рюген. 1903 год. Февраль мягкий и солнечный. 22 марта. Извержение вулкана вблизи Галеры в Колумбии. Многие жители погибли. 31 марта. Суровая погода с проливными дождями в Миссисипи. Разрушительные наводнения. Несколько сотен погибших. Апрель холоднее марта. 3 июня. Грозы и град в Тироле. Вызвали сильные разрушения. Много погибших. С 4 по 8 июля. Непрерывный дождь в Силезии. Крупномасштабные наводнения. Наводнения в Восточной Европе. Варшава затоплена. 11 июля. Сильные дожди на севере Германии. Привели к наводнению. 26 ноября. Сильные метели на западе и юго-западе Германии. Мюнхен. 8 часов непрерывного обильного снегопада. 1904 год. 21 февраля. Сильные наводнения в Центральной Азии. Особенно пострадали Россия и Китай. Многие деревни опустошены. Многие погибли. 22 марта. Циклон опустошает остров Реонион в Индийском океане. Весь урожай уничтожается. Тысячи остались без крова. Июль. Очень сухой и горячий. Тепловая волна останавливает речную навигацию. Тропическая жара по всей Центральной Европе. В Берлине 16 июля 35,5 градусов тепла. Уровень воды Вислы и Одера самый низкий с начала наблюдений в 1811 году. Река в Дрездене почти пересохла. Август. Засуха стоит до середины августа. С 14 августа начались первые дожди. Уровни рек медленно поднимаются. 6 октября. Сильный ураган в Северном и Балтийском морях. Серьезное разрушение. 7 октября. Сильный шторм в Баварии. Множественные повреждения. Во время проведения ежегодного Октоберфест в Мюнхене более половины киосков и палаток снесло ветром. 11 ноября. Только сейчас, после длительной летней засухи, уровень воды в Эльбе восстановился. 4 декабря. Сильный снегопад в Испании. 31 декабря. Шторм на побережье Балтийского моря. Дороги в Киле и Фленсбурге под водой. Значительный ущерб. Снегопад и сугробы по всей Германии. 1905 год. Январь. Внезапное наступление зимних холодов и сильные штормы. Снегопады. 1 января. Медленно движущаяся буря с Балтийского моря достигла побережья Адриатического моря. Сугробы. Снежная буря на Черном море. 8 января. Сильные штормовые волны на всем побережье Северного моря. Серьезные повреждения. 16 января. Сильный ураган над Ла-Маншем. Многочисленные корабли и паромы затонули. 10 июня. Извержение вулкана на Мартинике. 12 июня. Сильное наводнение в долине реки Миссисипи. Много повреждений. Тепловая волна вызвала жару в конце июня. Беспрецедентную по масштабу последствий. Много погибших. 30 июня. Сильные штормы остановили жару. В Берлине уровень воды в реке составляет 2 метра. 5 июля. Ураган опустошает Самуа. 1 августа. Сильный шторм у побережья Португалии. 28 рыболовецких судов затонули. Более 300 погибших. 20 августа. Наводнения опустошают значительную часть Японии. Урожай риса уничтожен. Засуха на юге Испании. И как следствие голод в этой стране. Октябрь. Очень холодные, экстремальные зимние условия. Голод в Германии. 19 ноября. Снежная буря у побережья Британии. Затонули несколько кораблей. 1906 год. 8 февраля. Сильный шторм в проливе Мессина. Деревня Галати затоплена. 600 домов разрушены. 14 февраля. Сильные наводнения в Эквадоре и Колумбии. 4 марта. Ураган на Таити. Сотни погибших. Очень сильные штормы над Северным морем. 8 марта. Великобритания. Много погибших. Лондон затоплен водой. 13 марта. Серьезный ущерб Нидерландам и побережью Северного моря Германии. Проливные дожди в Германии вызвали уползни. 15 марта. Сильные штормы в Рио. Наводнение в Чили. Тысячи погибших. 7 апреля. Сильнейшее извержение вулкана Везувий. 18 апреля. Землетрясение в Сан-Франциско. Огонь разрушает город. 26 апреля. Частый торнадо в Техасе. Много погибших. 29 июня. Сильная гроза над Берлином. Наводнение и разрушение. 8 июля. Сильный циклон над Тунисом. Сотни погибших. 16 августа. Землетрясение в Чили. Более 10 тысяч человек погибли. 25 августа. Грозы с сильным порывистым ветром над Берлином. Много повреждений. Сентябрь. Очень сухой. Жара в первой декаде. Реки с низким уровнем воды. Сильный ураган в Мексиканском заливе. Много погибших. Декабрь. Холодный и снежный. Постоянные метели. Снежный хаос в Берлине в конце декабря. Снежный хаос в Берлине. 1907 год. 20 января. Очень внезапная холодная волна обрушивается на Европу. В России столбик термометра доходит до минус 50. Чрезвычайно высокое давление воздуха. Снег на побережье Черного моря. 28 января. В Берлине за ночь выпало 37 сантиметров снега. 3 февраля. Снежные бури во Франции. Сугробы. Холод и снег. Много погибших в Восточной Европе. 21 февраля. Ураган на голландском побережье Северного моря. Пассажирский пароход Берлин выброшен на мель Ухук-Ван-Холланд. 129 погибших. 1 апреля. Солнечная и теплая Пасха. Июль холоднее, чем в июне. Очень прохладно и дождливо, особенно на востоке Германии. 15 июля. Грозы с проливными дождями вызвали сильные наводнения в Селезии. Много погибших. 26 сентября. Непрерывные дожди и наводнения на юге Испании. В провинции Малага несколько сотен погибших. 17 октября. Проливные дожди в Шотландии и Англии. 24 октября. Проливной дождь на севере Италии. Прорыв плотины в Тессине. В этом году у людей сложилось впечатление, что природа вышла из равновесия. На это указывают многочисленные землетрясения, произошедшие в этом году. Декабрь. Очень теплое Рождество. С необычно теплой весенней погодой. Что даже старожила не помнят Рождество с таким теплым воздухом. 1908 год. Январь. Конец января. Холодная волна накрывает северную часть США. В Нью-Йорке до минус 30. Имеются жертвы. Волна жары прокатилась по Австралии. Сотни погибших. Февраль. Лавина в Гоппенштайне, Швейцария. Апрель. Длительная засуха в Бразилии вызвала голод. 20 апреля. Очень холодная Пасха. Снег в Париже. 24 апреля. Сильные торнадо в США. Сотни погибших. Несколько городов полностью уничтожены. 7 мая. На озере Енот в Китае после непрерывного дождя прорвалась плотина. 5 тысяч погибших. 8 мая. Торнадо накрыл город Атланта в США. Центр города горит. 30 июня. Падение метеорита на реке Тунгуска. Центральная Сибирь. Июль. Новые наводнения после непрерывного дождя в Китае. Сентябрь. Засуха в западной части Северной Америки. Лесные пожары в Канаде и Калифорнии. 16 сентября. Сильный шторм над Берлином. 18 ноября. Непрерывные проливные дожди на юге Европы. Много погибших, особенно в Испании и на острове Сицилия. 28 декабря. Землетрясение на юге Италии. Более 100 тысяч погибших. 1909 год. Январь. Снегопады в Германии. Высота заносов достигает 1 метра. Многие населенные пункты отрезаны от снабжения всем необходимым. Холода до минус 15 градусов. 6 февраля. Внезапно очень быстро повышается температура. Дожди привели к сильным наводнениям по всей Германии. В течение нескольких часов бушующие потоки воды подтопили улицы в Нюрнберге на 1 метр. Некоторые мосты смыты и уничтожены течением потоков воды. Уровень Дуная вырос на 3 метра за 3 часа. Повсюду серьезные разрушения. После всего этого снова пришло похолодание. 3 марта. Сильные снегопады в Южном Тироле. Постоянный сход лавин. Много погибших. 6 марта. Многодемные метели в Кэмптоне полностью приостановили движение. Повсюду метровые снежные заносы. 8 марта. Торнадо накрывает город Бринкли, Арканзас, США. Город полностью разрушен. 15 марта. Снежная буря в проливе Ла-Манш привела к многочисленным кораблекрушениям. 23 апреля. Сель после землетрясения накрывает город Тайо в Португалии. Сотни погибших. 9 мая. Разрушительные штормы прокатываются по северу и среднему западу США. Сотни смертей. Июль. Прохладно и влажно. Почти в два раза больше осадков, чем обычно. 12 июля. Суровые погодные условия и продолжительные дожди в южной части Германии. Наводнения. Серьезные повреждения. Август. Длительная засуха в Западной Европе. Нехватка воды во Франции. Река Луаре почти пересохла. 2 сентября. Обширные лесные пожары на юге Франции после засухи. 4 сентября. Ураган на юге Мексики. Разрушительные наводнения. Тысячи остались без крова. 12 октября. Ураган в Мексиканском заливе опустошил побережье Куба и Флориды. Тысячи погибших. 2 ноября. Сильные штормы. Постоянные дожди в Испании. Много разрушений. Каталония отрезана от внешнего мира. Много погибших. 17 ноября. Сильный снегопад накрывает Германию. Железнодорожное движение полностью парализовано. 18 ноября. Извержение вулкана Пик на Тенерифе. 4 декабря. Очень сильные штормы в Северном море. Вы все наверняка вели дневники наблюдений по природоведению в начальных классах средней школы. Что вы с ними сделали потом? Да, выкинули. Я надеюсь, что вы внимательно слушали мой веб-рассказ о погодных аномалиях начала 20 века и событиях, связанных с ними. Официальные источники пытаются сбить нас с правильного пути и направляют в заведомо ложном направлении. Не верьте датам официалов. Почти все из них смещены под программу выдуманной истории. Многие соратники пытаются отталкиваться от этих дат. Но их настоящая цель – лишь зарабатывание бабла, а не идея освобождения из информационного рабства, навязанного нам. Манипулируя этими датами, они вводят людей в заблуждение, подыгрывая оккупантам, а иногда и открыто играя на их стороне. Идея раскрутки темы глобального потепления из-за выбросов СО2 и парникового эффекта придумана для вашего дальнейшего порабощения. Больную девочку Грету оккупанты используют для достижения своих корыстных целей с замахом на наше далекое будущее. Начиная отрицать рабство, вы становитесь в один ряд с террористами. С вами был идейный информационный террорист с каналом Руненштайн-1. Пишите в комментариях, хотите ли вы услышать продолжение веб-рассказа дневника наблюдений погодных катаклизмов начала 20 века. Благодарю вас за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. Пока! Друзья, распространяйте это видео. Пусть люди, идущие на выборы, знают, что их ждет. Поделитесь роликом в соцсетях или отправьте знакомым. Оставьте пару комментариев, это также поможет распространению. Субтитры сделал DimaTorzok